Продолжение следует... ...утратили свой смысл. Так, например, буква А означала слово ОКЕСТРА, то есть оркестровые палки. Спрашивается, почему А, если слово начинается на букву О? Просто конструктор Уильям Людвиг решил, что буква А смотрится лучше, чем буква О. Модели А изначально изготавливались для бигбендов и бендов, исполняющих танцевальную музыку, и они имеют конструкцию, позволяющую извлекать более тихий и мягкий звук. На начальном этапе палки этой модели использовались для легкой музыки, вроде джаза и блюза. На данный же момент модель с буквой А пользуется наибольшей популярностью среди барабанщиков и используется ими вне зависимости от стиля. Буква Б означало слово БЕНД. Изначально палочки с буквой Б в маркировке предназначались для использования в духовых и симфонических оркестрах. Имеют больший размер плеча и головки. Это позволяет играть более громко и увесисто без приложения физической силы. На данный момент применяется в основном в тяжелой музыке. Изначально эта модель палок была предназначена для игры в городских маршевых оркестрах, где подразумевается большая мощность удара и громкость исполнения. Палочки этой группы имеют самый большой размер. Фактически не применяются на установке ввиду слишком большого диаметра. Буква Н означает нейлон и дописывается в конце маркировки. Например, 5БН, что указывает на наличие у палки нейлонового наконечника. Также для упрощения процесса выбора палок производители используют маркировки в виде слов рок, джаз, фьюжн и так далее, что уже классифицирует палочки по стилям. Ну и само собой выпускаются отдельные палки. Это именные палочки эндорсеров компании-производителя. Что касается деревянных палок, то в основном их делают из светлого ореха, клёна, дуба, а также граба, акации, даже ясеня, палисандра и бубинги. Светлый орех, он же американский орех. Наиболее популярный материал для производства палочек. Прочное твердое дерево, хорошо поглощающее отдачу при ударе. Помимо этого, орех обладает способностью эффективно гасить вибрации, передаваемые от удара руками. Имеет средний вес, мало подвержен сгибанию. Клён. Легкое и гибкое дерево с мягкой структурой. Палочки из клёна обладают хорошей гибкостью, отскоком, а также отлично поглощают отдачу. Кленовые палочки будут прекрасным выбором, если вы предпочитаете легкие ощущения и быстрый отклик. Подойдут для легких стилей и негромкой игры. Дуб. Очень прочное и влагоустойчивое дерево, обладающее большим весом и прочностью, нежели клён и орех. Дубовые палки самые тяжелые, плотные и прочные. Тем не менее, дуб не часто применяется для изготовления барабанных палочек, ввиду его относительной хрупкости и недостаточной вязкости по сравнению с орехом. В производстве барабанных палочек пригодна порода японского дуба. Бук. Гибкое дерево, имеющее прямо волокнистую структуру древесины. По основным механическим свойствам, древесина бука очень похожа на дубовую, однако после сушки большинство показателей древесины улучшаются, и бук становится прочнее дуба на изгиб, превосходя его в жесткости и сопротивлении на сдвиг и в точности при ударных нагрузках. Бук можно назвать капризным и чувствительным, поскольку его древесина быстро и сильно реагирует на изменения влажности. Граб. Очень износостойкое дерево со средней по плотности структурой и хорошим поглощением отдачи. Вес древесины колеблется от очень легких до среднетяжелых. Грабовые палочки стойкие к ударным нагрузкам. Как и бук, граб боится влаги. Акация. Очень плотная древесина с хорошим удельным весом и, соответственно, прочностью. Зачастую палочки из такого материала имеют свой характерный цвет, отдающий желтизной и с ярко просматривающимися волокнами. Палисандр. Прочное и твердое, но достаточно хрупкое дерево. Палочки из палисандра предпочтительны из-за их замечательного тонального оттенка и ощущения, но они непригодны для игры по железу. Они достаточно хрупкие и могут расколоться. Помимо дерева, в производстве барабанных палочек также используются полиуретан, углепластик и алюминий. Такие палочки отличаются долговечностью. Также специально для занятий изготавливаются стальные палочки. Из-за большого веса такими палочками нельзя играть на барабанной установке, они пригодны лишь для отработки техники на тренировочном пэде. Зачастую область захвата является наибольшей в диаметре балансировочной частью палочки и служит для захвата рукой барабанщиков. Эта часть палочки не предназначена для игры, но для придания мощности удару палочку можно перевернуть и играть этой стороной. В продаже можно найти палочки с нанесенным противоскользящим материалом на основании палочек, но чаще можно найти специальные ленты, которые наматываются на основание. Все эти ленты и материалы помогают увереннее держать палочку в руке и не выскальзывать. Тело является самой длинной и большой частью барабанной палочки. В основном тело служит ударной частью при ремшотах. Эта часть палочки обладает наибольшим импульсом, от чего и исходит сила удара. Утончающаяся область барабанной палочки называется сужением. Это понятие служит для распознавания формы и длины плеча палочки. По длине и форме места сужения можно судить о мощности и массивности палочки, а длина и толщина сужения влияют на гибкость, чувствительность и звучание палочек. Так, палочки с коротким толстым сужением являются более долговечными и производят более мощный и объемный звук, чем палочки с длинным и узким сужением, которые являются более хрупкими и гибкими, но звучат деликатнее. Плечо – это та область, где палочка начинает сужаться. Зачастую используется для ударов по хай-хету и тарелкам. Чем ближе плечо к наконечнику, тем меньше у палочки отскок и инерция. Шейка – это соединяющая плечо и наконечник часть барабанной палочки, которая позволяет определить конечную точку плеча и начальную точку наконечника барабанной палочки. Форма шейки предопределяется формами плеча и наконечника. Зачастую шейка является самой тонкой областью барабанной палочки. Исключение составляют те палочки, которые не имеют сужения к наконечнику вовсе. Чем тоньше шейка, тем более подвижна и маневрена палочка при отскоке. Наконечник является самой контактной частью барабанной палочки и ударных инструментов. Головки бывают деревянными и нейлоновыми. Деревянные головки дают теплое и мягкое звучание дерева. Нейлоновые головки очень популярны благодаря долговечности, плюс имеют очень четкое звучание. Существуют палочки и без головок, то есть одинаково толстые с обеих сторон. Наконечники барабанных палочек бывают различной формы и размеров. От размера наконечника зависит интенсивность, громкость и продолжительность получаемого звука. Форма наконечника влияет на звук, произведимый палочкой при ударе. Форм наконечников достаточно много, но основных типов формы наконечников насчитывается 8. Круглый наконечник фокусирует звучание и значительно снижает изменение звука при ударах под разным углом наклона палки. Применяется для яркой игры и четкого звукоизвлечения. Маленький круглый наконечник производит сильно сфокусированный звук и особенно деликатен с тарелками. Палочки же с большим размером закругленной части такого наконечника производят более наполненный звук. Такая головка не терпит ошибок в звукоизвлечении и целесообразна для использования барабанчиками с правильно поставленным ударом. Староконечная головка является самым популярным наконечником. Дает средний по фокусу звук и имеет большую площадь контакта с пластиком, чем круглая, что щадит пластик, притупляя ошибки звукоизвлечения. В сравнении с круглым наконечником производит менее яркий и акцентированный звук тарела. Прекрасно подходит начинающим барабанчикам. Наконечник в форме бочонка имеет большую площадь контакта с пластиком барабана. Создает звук среднего наполнения с более широким фокусом. Рекомендован начинающим барабанчикам. Ввиду большой площади соприкосновения с пластиком, создают открытый, тускловатый, приглушенный, рассеянный, при этом нерезкий звук. Подходит как для мощной и громкой игры, так и для мягкой и спокойной игры. Этот наконечник рекомендован для обучения первичной постановки рук. Выпуклая форма позволяет контролировать звучание и площадь соприкосновения с поверхностью инструмента в широком спектре в зависимости от угла наклона палочки к поверхности инструмента. Наконечник в виде оливы производит низкий звук, и в сравнении с круглым или треугольным наконечником, распространяет энергию над более широкой областью. Таким образом увеличивает срок жизни пластиков. Отличный выбор для тех, кто играет жестко. При игре на тарелках дает объемный звук. Палочки с таким видом наконечника рекомендованы для маршевых барабанов, а также для выступлений на больших сценах и стадионах, поскольку подходят для громкой, сильно акцентированной игры с мощной атакой звука. Зачастую палочки с таким типом наконечника выбирают джазовые барабанщики. Они легкие, быстрые, идеальный выбор для игры в оркестре или джазбенде. Такой наконечник производит наполненный высокий звук, распространяет энергию над более узкой областью, а также производит богатый звук тарелок и дает сфокусированную атаку звука. Имеет хороший отскок. Такие палочки прекрасно подходят для мягкого акцентированного звукоизвлечения. Идеальны для выделения акцентов по райду, например, при ведении свингового ритма головкой палочки. Также рекомендованы и для исполнения спидметаллических ритмов на райде, и особенно для тренировочных упражнений. Палочки с таким наконечником производят яркий, мощный звук при малой атаке. Наконечник показывает хорошую степень ясности и артикуляции при ударах по райду. Хорош при внезапных переходах с мощной громкой игры на тихую ритмичную пульсацию. Выбор палочек напрямую зависит от того, какую музыку вы собираетесь играть. Палочка должна комфортно ощущаться в руке и подходить для извлечения того звука, который вы хотите достичь. Так, например, модель 7А подойдет для небольших концертных площадок, но не для игры в крупных залах и на стадионах. Если палочки комфортно ощущаются в ладонях, то вам удастся извлечь именно тот звук, который хотите. Потому выбирайте палочки, которые удобны лично вам, и которые подходят именно для вашего стиля игры. Почувствуйте палочки, подержите их в руках, поиграйте ими на пене. Как по диаметру, так и по длине размер палочки должен соответствовать размеру вашей руки. Длину палочки обычно определяют расстоянием от внутренней точки сгиба локтя до кончика безымянного пальца. Диаметр палочки определяется длиной пальцев. Так, если пальцы длинные, то обычно выбор падает на палочки с большим диаметром. Попробуйте играть разными моделями для сравнения. Палки большей длины имеют больший рычаг, а также преимущество лучшей досягаемости барабанов. Если вы хотите большую мощность при том же диаметре, следует выбрать более длинную пару палочек. От диаметра палочки зависит ее вес. Чем больше диаметр, тем больше масса палочки. От веса палочки зависит ваш звук, сила и способность контролировать палочки. Чем больше масса палочек, тем более жирно и громко они звучат. Чем меньше вес, тем более мягкий и тонкий звук у палочек. У тяжелых палок инерция больше, поэтому их траектории более последовательны, благодаря чему они как бы прощают большинство ошибок, что позволяет ими легче управлять для начинающих. Тяжелые и толстые палочки хороши в тяжелой и громкой музыке, например, в роке или R&B. Легкие палочки хороши для более мягких стилей, вроде джаза и фанка. Также в зависимости от стиля той или иной композиции можно использовать сразу несколько моделей палочек в своей игре. Что касается занятий, то многие преподаватели рекомендуют заниматься именно тяжелыми палками. Тренировки с тяжелыми палочками развивают выносливость барабанщиков вне зависимости от его природных способностей. Так что целесообразно будет иметь пару тяжелых палок для занятий и расширения своих звуковых возможностей. Ровность палочки важнейший показатель, от которого зависит равномерность ощущения баланса палочек. Для проверки ровности палки потребуется ровная поверхность. Толкаем палку так, чтобы она катилась по поверхности и смотрим на головку. Она должна ровно крутиться вокруг своей оси. Следует обратить внимание на фактуру дерева. Она не должна быть ярко выраженной, поскольку палочки с ярко выраженной фактурой дерева быстро ломаются. От правильного выбора древесины будет зависеть звук и долговечность палочек. От структуры древесины, то есть от того, насколько она плотная или мягкая, зависит износ палочек. Плотность это самый важный индикатор прочности. И чем тяжелее дерево, тем большей плотностью и прочностью обладают палочки, изготовленные из этого дерева. Модель палочек может быть совершенно одинаковой, но ввиду того, что плотность дерева отличается от бревна к бревну, одни палки чувствуются твердыми и мощными, а другие как будто полными и воздушными. От твердости древесины зависит то, насколько древесина сильно сопротивляется деформированию или разрушению при силовых воздействиях. Твердая древесина дает более яркий тон и большую атаку. Стоит обратить внимание на обработку палочек. По финишной обработке палочки существуют отшлифованные без всякого покрытия, лакированные, полированные. Стоит заметить, что отшлифованные без всякого покрытия палочки имеют наименьшую вероятность выскользнуть из вспотевших при игре рук. Тем не менее, такие палочки больше подвержены разрушению, в отличие от покрытых лаком. Лакировка, тем более шлифовка, делает поверхность палочки более прочной и влагоустойчивой. Также такие палочки имеют более эстетичный вид за счет гладкости и блеска, но могут выскальзывать из вспотевших рук при игре. Также сейчас на прилавках можно увидеть палочки с относительно новым методом финишной обработки, а именно воскованием. Суть метода заключается в том, что после шлифовки палочки покрываются не лаком, а специальным воском, придающим поверхности прочность, гладкость, блеск и определенную вязкость. Таким образом, палочки становятся менее скользкими, когда руки барабанщика потеют во время игры. Это связано со свойствами воска, специфически отталкивать влагу со своей поверхности.